Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 18 июня. Я только что снимала видеоролик, рассказывала подробно вот об этой палатке для выращивания растений. Я там упомянула, что буду посевы делать сейчас же, вот сейчас, прям через несколько дней. И тут передо мной встал вопрос, какие выбрать сорта. Я, конечно, для себя уже мысленно выбрала, но я сейчас вам хочу рассказать, по какой схеме я выбирала, почему именно. Вот обязательно, когда я скажу, что я выбрала тот-то, 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 у меня спросят, а почему именно эти сорта, чем они, вот они чем-то отличаются. Тут я скажу так, что мы обычно привыкли, что для выращивания зимнего в комнатных условиях мы выбираем карликовые сорта. Есть специально горшечные сорта. Это вот пиноккио, синичка, балконное чудо. Они неприхотливые, они маленькие, они такие занимают мало места, но у них единственный недостаток, из-за которых я их сразу убрала в сторону и сразу однозначно эти сорта я выращивать здесь не буду. Почему? Потому что у них пуговки, помидорки 20-50 граммов. Я эти томаты считаю как более декоративными. Да, они красивые, они будут все улеплены этими желтенькими, красненькими плодами, но выход на еду у них совсем минимальный. И тут сразу, я забыла вам вначале сказать, и тут сразу при выборе сорта томатов мы должны решить, что мы хотим получить от этих томатов. Или действительно вот такую красоту, декоративность, чтобы восхищаться, любоваться ими. Или чтобы какой-то был выход, много урожая. И вот когда я карликовые в сторону убрала, все решила, что я не буду их высаживать. Есть же совсем карликовые комнатные, есть средние штамбовые детерминатные, которые возможно выращивать зимой. И есть индетерминатные, вот эти крупноплодные, которые в комнатных условиях мало кто выращивает, потому что на подоконнике их вырастить невозможно. Им нужно освещение, им нужно влажность, им нужны свои условия. И вот эта палатка как нельзя лучше подходит для создания вот этих условий. Но вот такие крупные, двухметровые, индетерминатные я тоже не буду здесь выращивать. Сейчас объясню почему. Какие бы условия здесь не создавались, все здесь может быть идеально для листьев, для всего. Но для того, чтобы вырастить двухметровый куст, растению сформировать, чтобы его, чтобы налились вот эти огромные плоды, нужно растению очень много питания. И тут два выхода. Или ему нужна большая бочка, то есть вот это кашпо огромное, трехведерное, наверное. Люди некоторые в мешках выращивают. Или нужна установка гидропоники, которой у меня, конечно, нет. Или если у меня будет объем маленький, а я буду выращивать потом в ведерках, то мне нужно будет его постоянно поливать, поливать и поливать вот этими удобрительными смесями, то есть подкормками. Так как он корни не сможет на большом объеме грунта распространять, он будет полностью томаты искусственные. Ясно, чтобы получить, например, 6 или 7 килограммов вот такого вот томата, а объем ведра всего 8 литров грунта. Без подкормок не обойтись. И, короче, вот все, что я буду туда поливать, то пойдет нам и на стол. Я, конечно, этого не хочу. Поэтому от крупноплодных, от высокорослых, индетерминатных я тоже отказалась. И остановила свой выбор вот на среднем. Вот есть такая группа совсем маленькие карликовые, есть средние, а есть высокорослые. Всех крайних убрала, маленьких убрала, больших убрала. И я стала выбирать из средней группы. Вы, например, кто будет выращивать вот томаты в таких впервые, если у вас станет выбор, вы тоже должны выбрать очень серьезно. Над выбором сорта нужно задуматься. Я вот села и начала думать. Скажу сразу, что для первого своего опыта, как всегда, я, конечно, выбор остановила на наших таких, как, сибирских сортах. Те, которые в сибирском регионе растут и те, которые дают плоды. Я вот взяла свои вот эти планшетки с семенами и начала смотреть. Во-первых, я в прошлом году показывала вам, у меня огород на балконе есть, ну как импровизированный, в ведрах растут вот эти томаты. И я вот по этому опыту, по своему, сделала такое заключение, что лучше всего выбрать не маленькие плоды и не самые крупные, а средние. Но чтобы он был детерминатный, чтобы он сильно не вытягивался, потому что какие бы здесь не были условия, все-таки двухметровый томат, тут же будет еще лампа висеть, он никак здесь, наверное, не впишется. Я взяла, выбор остановила, до одного метра должна быть высота. И плод должен быть не очень мелкий, хотя бы 100-граммовый, 100-150 грамм, вот такой стандартный. Должен быть обязательно толстоногим, потому что тонкую такую хилую рассаду и растения здесь выращивать не хочу. Все, я выбрала. У меня здесь будет расти таймыр, можно выращивать. Плод крупный, сам толстоногий, детерминатный, 50 см, 60 см больше не вырастает. Точно такой же вместо него можно посеять метелицу, можно посеять подснежник, можно посеять розу ветров. Ясно, что в таком вот шатре для выращивания растений прекрасно будет расти, например, и челнок, и буян, это вот с такими вытянутыми плодами. Мне нужно всего немножко, потому что у меня здесь войдет, ну, возможно, 6 или 8 ведер, и в каждом ведре будет одно растение, один сорт. И я вот этот весь список, когда я буду сеять, я вам, конечно, покажу, но я сейчас вам рассказала о том пути, по которому я шла при выборе сорта. То есть детерминатный, невысокорослый, это я для себя выбираю, чтобы он был толстоногий, чтобы он не вытягивался, потому что все-таки здесь не солнце, и не улица, и не жара, а раз мы хотим до самого, до получения урожая, то все-таки он сам должен быть выносливым таким, вот как мне кажется, что здесь лучше подойдут вот такие вот толстоногие. Возможно, здесь можно вырастить и Настеньку, возможно, здесь можно вырастить и Демидова, но все это я узнаю только тогда, когда сама посажу, выращу и вам покажу. Но я надеюсь, что в этом году, на Новый год, я буду кушать свои собственные томаты, вот из этой палатки, но для этого нужно подготовить грунт, подготовка грунта для выращивания, для полного цикла до урожая, конечно, будет отличаться от той подготовки, когда мы готовили к рассаде. Я там говорила, что можете удобрить грунт, можете не удобрить, можно потом что-то добавить. Тут уже нужно делать полноценный грунт, сбалансированный. Когда я буду делать, я все вам покажу. Опыт, опыта никакого у меня нет, можно сказать, опыт первый, но я вот как по своим, как по своим мыслям, по своим предположениям, я думаю, что все-таки к Новому году томаты у меня здесь вырастут.